В Одесской мэрии прокомментировали требования к трем гаражным кооперативам возле аэропорта переехать на другой участок на шестом километре Авидеопольской дороги. Ранее репортер сообщал, что указанная земля является стихийным кладбищем, на котором покоятся тысячи жертв НКВД. Кроме того, никто не видел проекта развития аэропорта, который может стать основанием для хоть каких-то юридических претензий мэрии к автомобилістам. Альтернативных участков поки що немає. Окремо хочу зазначити, що Одеська міська рада йде на зустріч для власників цих гаражных кооперативов, надаючи важливість перерозмістити їх на іншій ділянці. В разі, якщо буде підтверджена інформація, щоб перепоховання не було здійснено, в такому випадку дана ділянка не буде передана гаражним кооперативам. Вот так городская власть йде навстрічу трьом гаражним товариществам – «Чайка», «Сокол» і «Віраж». Також Макаганюк сообщила, якобы здесь разрешали строить гаражи только сотрудникам аэропорта. Но представители кооперативов опровергають эту інформацію. У 80-х роках ХХ століття тимчасово виключно для працівників авіазагону аэропорту було надано виключно право для тимчасового розміщення там гаражів. На самом деле это не так. «Сокол» вообще никакого отношения не имел к работникам аэропорта. То есть эта земля выделялась Мальновской райадминистрації, и там заслуженные работники разных сфер, чернобыльцы, инвалиды, ветераны. То есть вообще, так же самое, кстати говоря, есть еще и в «Чайке» такие же люди, которые выделялась в Мальновской администрації. И в «Яраже» то же самое.